В ходе рабочей поездки правящего архиерея Салихарской епархии в Ноябрьское Новоуренгойское благочиние архипастр посетил свято-серафимовскую православную общину Нового Уренгоя. Визит епископа Николая создал особое праздничное настроение прихожанам, отмечавшим в этот день свое престольное торжество. Рассказывает Надежда Печоркина. Служба с участием правящего архиерея для прихода само по себе значительное событие. На этот раз его значимость усиливается еще и тем, что в честь преподобного Серафима Саровского освящен престол храма. День памяти Великого Русского Святого. Особый праздник для тех, кто хотя бы раз в жизни обнаружил связь между молитвенным обращением к преподобному Серафиму и быстрым разрешением трудных житейских проблем. Он очень скорб на помощь. Он утешитель, как при жизни был утешитель, приходящий к нему. Страдающих душой, страдающих телом. Так и после своей смерти телесный, так как у Бога все живы. Он пребывает на небе и слышит каждого обращающегося к нему. Постоянные прихожане знают многие подробности жития почитаемого святого. Настоятель в проповеди напоминает о его знаменитом высказывании. Необходимость стяжать мирный дух сегодня нужна не меньше, чем два века назад. Сегодня, как никогда, в этот день, мы должны обращаться к святому преподобному Серафиму Саровскому. Потому что мы все знаем, мы все верим, что он жив, что он рядом с нами. Он каждую минуту готов нам помочь стать такими же, как он. Убранство храма и облачение священства в зеленых тонах. Так облачаются в День Святой Троицы и престольный праздник. Еще одна обязательная примета престольного торжества – крестный ход. Престольный праздник – одно из главных торжеств для храма и его прихожан в церковном году. Поэтому каждый из них старается обязательно попасть на торжественное богослужение и принять участие в крестном ходе, который состоится в любую погоду. К новому Рингою, который прожил сравнительно теплые зимние каникулы, подобрались крещенские морозы. Впрочем, на количество участников крестного хода низкие температуры не сказались. Морозом за 30 градусов жителей Нового Рингоя удивить трудно. Испугать тоже вряд ли получится. Они приходят на праздник с семьями и с маленькими детьми. Как только ребенок покрестится, то все, надо ходить в церковь. Каждый христианин должен прийти на престольный праздник обязательно в храм, помолиться Богу за своих детей, за всех христиан в мире такому святому. Участвует в праздничной службе настоятель перехода из района Карачаева. Как в прежние времена, престольный праздник становится событием не только для прихожан самого храма, но и для соседей. Букет от храма пожелать всем нам, многих и благих деджинами. Много лета. Спасибо, Господи. Современникой говорят, что преподобный Серафим Саровский излучал пасхальную радость. Ей он делился с каждым приходящим в земной жизни, делится и сегодня, умножая мирный дух. Надежда Печоркина, Давид Давида Швили, телевидение импульса с нового Рингоя. Специально для телеканала «Союз».